Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И у нас сегодня будет новый выпуск. Перегон большой лодки, большого пауэрбота с Мали на Хукет. За мной в 3 с опозданием утра приехало такси. И я вот сейчас нахожусь в аэропорту города Сплит. Вот такой тут красивый аэропорт. Ну а я лечу сейчас в город Мали, который находится на Мальдивах. У меня 3 пересадки, 20 часов лета. Я еду все дальше и дальше от Панама-Сити. Не знаю местных реальностей, я приехал в аэропорт реально рано. Можно было приехать там, условно говоря, на час позже. Тут вообще никого нет. Смотрите, я сижу один в аэропорту, нету даже осраны. Вот так вот приезжать рано-рано утром. Ну вот мы приехали уже в Мали. Сейчас едем на пирс, будем на лодку смотреть. Я тепло, еще одет по местным меркам, потому что здесь около 30 градусов. Сразу красота здесь. Вот это джеки, на котором сейчас нас будут забирать. Встретил меня человек, который будет с нами в команде. Короче, вот сейчас ждем, пока Сережа Кипара приедет. Это кто несется такой великолепный? Что это у тебя за ракета? Это маленький фантом, бро, я сам кратчу доверен. Давай, заезжай. Здорово, брат. Привет. Все, давай, загружаем. Так, народ, давайте я представлю. Второго капитана, или первого капитана, неважно. То есть нас двое капитанов, которые этой лодкой будут управлять. Вы его уже знаете по нашим предыдущим роликам. Сережа, он же Кипара, он же Лысый на своей хиле. Лодка стоит здесь ровно три года. Лодку эту мы с Сережей согласились перегнать через Индийский океан в Юго-Восточную Азию, скорее всего в Тай. И за три года стояния эта лодка приобрела потрясающий винтажный вид и точно такое же состояние. По итогу работает сейчас все, кроме одного лодка, снизу похожа на коралловый риф. Сейчас у нас с Сережей задача загнать ее в сухой докпад. Это в тот момент, когда я перегонял лодку по Средиземке. Вы видели катамаран, который зашел в Хорватию. В это время Сережа уже был здесь и занимался техническим ремонтом всего на этой лодке. Ну что, это я вам сейчас буду показывать в деталях. Но общее понимание у вас уже есть. Это, конечно, Тузик такой монстроподобный, огромный такой и такой неповоротливый. Вообще на Мальдивах основное население это переселенцы со Шри-Ланки. Ну, во всяком случае, нам так местные рассказали. Может, оно, конечно, и неправда, и им хочется, чтобы так было. Но то, что я вижу по физиономике, очень похоже на шри-ланкийцев. И, ну, в принципе, поведение очень схожее. То есть все так же не очень любят работать, и все так же начали на расслабоне. Что, наверное, неплохо. Нам очень повезло. Сейчас начался Рамадан, поэтому у нас тут выходные дни, в которых никто ничего не делает. Ну, как вы понимаете. И вот вы слышите сейчас песни. Это у них намаз несколько раз в день. И даже если это рабочий день, в этот день, ну, в это время никто ничего не работает, потому что у них молитва. Ну, это особенности нахождения вот в мусульманских странах, а особенно в Рамадан. Ну, ничего страшного. Как-то так получается, что в Рамадан я оказываюсь то на Сокотре, то здесь, на Мальдивах. Ну, ничего. Будем пробиваться через эти сложности. Надеюсь, что все у нас получится. Сейчас мы идем искать дайвера. Вам посмотрели по гугл-картам, где они находятся. Ну, сейчас, может быть, они работают. Вот все-таки туристический сервис – это туристический сервис, а, ну, местные жители – это совсем другая история. Так, вот мы пришли. Здесь вот, кстати, обувь снимают перед входом. И вот называется Ocean Junkies. И вот здесь вот мы планируем, чтобы нам помыли дно лодки. Но сейчас нет управляющего. Мы можем выпить чашечку кофе где-нибудь, подождать. Через полчаса придут, потому что, наверное, в связи с праздником как-то связано. Или праздник наложился на обед, что характерно. Короче, вот здесь вот такая кафешка, где мы сейчас будем пить кофе. Ну что, Сережа, ты доволен? Да. О, фрешка. Дорог, а давайте я вам сейчас покажу, как, что выглядит. Вот смотрите, вы видели, наверное, кучу картинок, да, вот, когда вот ты сидишь на пляжике. Просто такие вот красивые виды на риф. Там даже вон бассейн есть, можно кататься, покупаться, там прыгать с него, там даже спуски есть. Вот это вот нормальный мальдивский пейзаж. А теперь поворачиваемся сюда. А тут стройки какие-то. Тут какие-то камни валяются, мусор валяется. Ну, в общем, это обратная сторона мальдивской картинки. Ну, вот буквально 10 минут, и мы перешли на другую сторону. Там уже видно море. Ну, и здесь вообще, конечно, такая цивилизация. Нам направо. И вот туда, по прямой, там наша бута. Это такой парк здесь. Фонтаны не работают, но, наверное, вечером, когда люди выходят погулять, он работает. Ну, и парк, вы видите, такой недостроенный, скажем так. Ну, что, начинаем подготовку ребят от звезд только что, чтобы они закупали там всякие бомбы, гаечные ключи и прочее-прочее. Ну, а вот сейчас возвращаюсь на лодку. У нас здесь есть очень важный момент, который нужно по лодке сделать. То есть вы видите, что лодка находится не в самом идеальном состоянии. Наша задача сделать так, чтобы данная лодка смогла перейти Атлантический океан. То есть у нас есть основные системы. Это два двигателя, больших двигателя. Я вам их показывал в моторном отсеке. И два генератора, которые должны работать стабильно, четко. Потому что от них зависит работа всех гидравлических узлов и всех систем жизнеобеспечения на лодке. То есть если будет не работать туалет, с этим, конечно, будет неудобно, но мы выживем. Но если будут не работать моторы, то это будет для нас являться очень критически. Потому что лодка, собственно, на моторах только и идет. У нас здесь есть проектная документация. Проблема в том, что это проектная документация, а не технические уже при сборке. То есть она немного отличается. То есть здесь вот есть все системы, которые на лодке используются. Там краны, там мы все проверили, все должно работать. Но, тем не менее, есть там ряд сложностей, связанных с электрикой. То есть у нас в данном случае проблема с 24-х вольтовым питанием, потому что сгорел модуль, который обеспечивает все на лодку. Мы завели в данный момент 24-х вольтовое питание через зарядник для батарей, который выдает там 15-20 ампер на 24 вольта. То есть этого достаточно для жизнеобеспечения всех 24-х вольтовых систем, пока мы находимся в режиме стендбай. То есть, грубо говоря, свет, там туалет работает и прочее. Кстати говоря, в туалете вода наливается от систем 220 вольт. То есть надо, чтобы работало и 24, и 220. Иначе будет только сливаться, но не будет наливаться. В общем, масса вопросов есть, почему это так сделано. И я считаю, что это, ну, большие риски в данной лодке. Ну, ничего не поделаешь. Мы работаем с тем, что есть, и готовим лодку к выходу. Здесь мы нашли такой большой а-ля инвертор, только он работает наоборот. То есть 220 получает, выдает 24. Виктрон стоимость 3500 долларов. Там чуть-чуть меньше, но не суть. То есть сейчас надо его приобрести, будет поставить и запустить всю 24-х вольтовую сеть. Один генератор у нас работает, во втором сейчас разбирают, сломалась водяная помпа. Так, друзья, я хочу вам представить еще одного члена нашей команды. Зовут Сергей. Он отвечает за всю механику и за всю жизнедеятельность нашей лодки. Сережа, привет. Привет. Вот расскажи, что ты будешь делать тут. За что ты отвечаешь? Все, блин. От бампера до бампера. От выкладной системы и до всего остального. Ну, в общем, вот этот человек будет отвечать за то, чтобы наша лодка на ходу продолжала идти. А вот этот человек будет у нас отвечать за то, чтобы эта лодка рулилась. И куда надо, и по делу. Смотрите, какая шаурмятня. А вот настоящее. Очень колоритно. Это вся улица, на которой продается еда. Там всякие рыночки, там маленькие, там всякое такое. Так как сейчас рамадан, здесь никто ничего не ест. Но вот сейчас у нас 5.15 и все очень активно закупаются. Потому что солнце сядет, и можно будет и есть, и пить. Кстати, здесь сухой закон, здесь пить нельзя. Алкоголь вообще нигде не продается. Итак, резюмируем. Мы навестили два дайв-шопа. Принято не шоп, это именно дайв-центр. И нам сказали, что, ну вот, все узнали. И оба сказали, что сегодня перезвонят до 6 вечера. Если не забудут, в первом девочка, ну прямо хорошо говорит по-английски, но местная. А во втором парень явно не местный. Ну, какой-то на шри-лункийце, наверное, похож. Но такой еще не заражен бациллой от укусов туристов. То есть нормальный такой, нормальный конструктивный чел. Ну, в общем, ждем от них звонка. И будет понятно, что они могут нам предложить. Религиозная школа. Ну да, религиозная школа. Вот, и посмотрите, тут рядом сколько мопедов. Вот так вот здесь прикольно все происходит. Как здесь все эти машины разъезжаются, как тут это все пролазит. Это просто очень смешно. Так, я думаю, нам сюда. Ну, выглядит как хайвей. Автомагистраль. А, как он тут пролазит? Короче, нам нужно быстро все сделать по этой лодке, потому что с нету времени, нам нужно выходить. И здесь навернулся один генератор помпа охлаждения. Мы сдали его в ремонт, неделю пролежал, пришли забирать. Они сказали, типа, у нас нет подшипника. И все. И вот такая вот история. Короче, пришлось купить помпу 1400 американских долларов для этого нашего генератора. Давай, скрывай. Вот так выглядит, смотрите, 1400 долларов. По-мальдивски. По-мальдивски. Сколько, ты говоришь, Сережа, вот эта хербора стоит где-нибудь в нормальном цивилизованном мире? В цивилизованном мире. В Одессе она стоит примерно 110 долларов. В Киеве в 95, в Москве примерно сотку. Здесь 1400. Вот, посмотрите, что такое 1400 долларов по-мальдивски. Выглядит богато. Как кусок силамина. А вот старая, и здесь старый, вот тут подшипник, он заклинил. Короче, помпа не работает, а здесь работает. А где прокладка? Из чего это? Что это? Ну, прокладку, ну, эту помпу, которая стоит, беженых денег. Из картонки? Из картонки. Будет работать? Отлично будет работать. А как это вообще работает? Это? Ну, просто, бутербродом приклеим, и все будет отлично. Несколько штучек вместе? Нет. Одной вот такой? Одной достаточно, слова. А ты ее на что клеишь? На? На солидон. Просто обычный жив, гриз? Да. Мне просто нужно форму-то иметь. Ага. То есть, вот ты сейчас сделал себе матрицу? Почти, что ты вырезаешь просто, и все? Не обращайте внимания, у нас тут просто самолеты летают прямо над головой, потому что вот, вот это вот зеленый газон, это взлетная полоса. Поэтому вот это рев у нас стоит раз в 15 минут. Давай. Красивая. А течь не будет? Нет. Уверен? На 100% уверен. Уже точно такая же стоит на первой помпе, которую мы поставим. Круто. Класс. Сейчас она будет туда ставиться? Нет. Сука. Делать небольшие перерывчики, чтобы рассказать вам о каких-то интересных фактах. Вот в данном случае про Мали, ну на самом деле про все Мальдивы. Итак, на Мальдивах сухой закон, алкоголь не продается нигде. То есть вы не можете прийти ни в один супермаркет, не можете прийти ни в один ресторан, чтобы вам продали какой-либо алкоголь, там слабый алкоголь, неважно вообще. То есть алкоголя на Мальдивах нет. Но есть несколько лайфхаков. Например, что бухать нельзя на земле, но можно бухать на воде. Поэтому, сейчас у нас тут пролетит самолет, потому что мы стоим рядом со взлетной полосой, и я продолжу. Так вот, можно на лодку оформить алкогольную лицензию, это достаточно сложный и муторный процесс, и потом покупать какой-то алкоголь у государства и уже реализовывать его, если у вас есть лицензия. Итак, мы вернулись, вот мы сейчас проговорили факт номер один. А теперь мы возвращаемся к вопросу, почему на Мальдивах нет марин. Итак, берем китайцев и строительство моста. Вы спросите, а почему же, как это связано? А это все, между прочим, очень сильно завязано. Мали и Хакумале, это два острова, которые между собой связаны мостом. Большой, красивый мост, который построили китайцы. Итак, китайцы сказали, мы вам построим мост между двумя островами и отличную марину, потому что локация Мальдив супер шикарная. И если вот мы построим марину, у вас будет большое количество лодок, которые будут приходить на Мальдивы, потому что на Мальдивах марин нет. Окей, китайцам дали добро, начали строить мост. Мост построили, великолепный. В это время начали разрабатывать территорию под строительство Марины. И тут вдруг правительство сказало, вы знаете, если мы разрешим строительство Марины, у нас сопьется вся страна, потому что люди начнут бухать, а это вроде как бы на земле, а вроде как бы и на лодках на воде и доступ с земли на воду. Поэтому давайте мы Марину строить не будем. Китайцы сказали, ну, маха, муха, как мы уже с вами договорились. Мост и Марину, у нас тут свои интересы есть. Сказали, нет, 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 мост построили. Спасибо, а Марина типа, до свидания. Так вот, именно потому, что локальное правительство боится, что местное население сопьется, если разрешить им вот такую всю историю, они отказали китайцам в строительстве Марины, поэтому Марин на Мальдивах нет. Это та история, которую нам рассказали местные. И зная, как здесь все устроено, я как бы верю, что, наверное, это так и было. У нас, короче, Муринг зацепился за радар, и сейчас Сережа лезет туда его снимать. Выглядит, как будто Сережа спускается в бассейн. А еще надо сбоку тумбочку, чтобы ты прыгал подальше. Чего как от виском? Тебе маску дать? А у тебя есть маска? Ну, вон там лежат. Там плохая маска. Плохая маска лучше, чем никакая. Короче, возьми в кузике в левом, в заднем, вверх. Вода как воздух. Класс. Короче, я скинул полностью Муринг, серый не тащи. Там на конце какой-то узел, типа буллин, но неразвязываемый. Чтобы не застрял он под пером. Ну, так, его вынимай, но аккуратно. Так, вот я скинул, короче, полностью веревку. Сейчас ее Сережа попытается вытащить полностью с воды. Короче, мы сделали следующее. Мы просто скинули один носовый Муринг, который был под низом. Вытащили его и перепроложили. Вот он у нас. Просто провели через борт. И вот он у нас спереди стоит. У нас получается вот на этом он у нас оттягивает туда. Слева у нас висит наша якорная цепь. Так, вот наша якорная цепь, которая идет вот так вертикально вниз. А это вот Муринг, который отъехал у нас немножко в сторону. И пускай так оно и будет. Ну, потом отъедем посерединке вот между вот этой лодкой и вот этой. Станем и все. Мы будем подготавливаться к нашему завтрашнему дню. Для этого у нас не работающие лебедки. И вы видите, какая цепь ужасная. Мы ее будем спиливать. Потому что якорь там такой же ужасный. Его не поднять. И завтра нам нужно в док. Никаких вариантов нет. То есть мы просто якорь сейчас скидываем. И чтобы мы не потеряли эту точку, где он стоит, нам нужно завести. Сейчас будет веревку. И поставить буйок в том месте, где у нас будет вот на цепи оно все висеть. Ну, такая немножко странная процедура. Но у нас вариантов нет. Нам нужно в док. Иначе мы просто потеряем кучу времени. И главное, кучу денег. Так, вот у нас канистра. Там идет короткая веревка, которая будет... Которая будет там просто плавать. А вот ту, которая идет туда, мы будем привязывать на трай цепи. Зас? Или это у вас? Давай. Нужно привязать просто тупо вот к цепи. Мы тут стоим на тузике. А у нас закат. Посмотрите, какая красота. Не время любоваться, вы хотите сказать. Нет время. Вот такой у нас красивый узел получился. Это называется главный морской узел. Main Marine Not. Короче, если вам нужно, я вам расскажу, вот как вязать главный морской узел. Просто расплетайте веревку, вяжите кучу всякой херобороби. А сверху штык. Ну что, погнали обратно. Так, а теперь проверяем. У нас идет эта веревка через верх. Вот она у нас. Она идет на буй. И потом от него еще там вот ее конец. А здесь мы сейчас завяжем булинь. И все. У нас будет потом, когда мы придем, болтаться. Просто канистра в том месте, где нам нужно привязаться. И на нее будут сведены все муринги. Ну что, идемте посмотрим, что у нас сейчас происходит с генератором вторым. Дальше. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А здесь у нас закат. Посмотрите, какой великолепнейший закат. Так, ну у нас есть хорошая новость. Как мы вчера договорились, нас будут сегодня буксировать в док. К нам сейчас приедет буксир. Стоимость буксира за перевозку в док 1 тысяча долларов. Или 15 тысяч руфий. Руфии, кстати, у них называются, потому что они использовали рупии. И потом у них была реформа, там очередная какая-то революция. Они решили, у нас будут свои деньги. И переименовали валюту из рупий в Руфии, чтобы быть якобы независимыми от Индии. Ну, в общем, вот такая вот у них история этой местной валюты. Видите, он плавает канистра. Здесь происходит так. Люди делают ТО у себя на лодке. А потом вот сделал ТО, осталась масляная канистра. И так, хоп, нахуй в воду. Вот так вот это здесь происходит. Наш буксир. Надо через вот эту вот штуку. Да просто лови там, запихнем. Биг бот, а? Ну. Сзади, который у нас висит. А, ну, с другой стороны не получится. Да, 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 да. Да, да. Вот, есть. Все, просто скидываем. Ну все, мы свободны. Теперь дальше едем. Очень нервно выруливаем. Здесь посмотрите, на сколько места нет. И туда мы не повернем, потому что он куча рыбаков стоит. Единственный выход здесь, это вот сюда вот. Он сейчас нас будет тормозить. Вот то, что сейчас происходит, это все весит 40 тонн наша лодка, и они вот ее толкают. То есть, это вообще нифига не простая процедура вот такую огромную лодку с такой огромной инерцией буксировать. Даже если у тебя мощная лодка, но там один мотор, представляете? Да, да. Нима фабрике, которые геолеят риги. А сейчас посмотрите то, откуда мы выехали. Вот в этой каше в середине мы стояли. А кстати говоря, вон выход и видите на выходе голубая водичка. Говорят, что здесь по осадке достаточно, но я вижу, что по осадке достаточно, она там не прямо голубая какая-то такая, как мель, но все равно интересно бы понимать, насколько там глубоко. Ну все, друзья, вот мы на большой воде, сейчас едем в док для того, чтобы поднимать лодку и почистить ее перед переходом. Нам где-то минут сорок, наверное, идти до следующей точки, где нас уже будут вынимать из воды. А сейчас наша задача, чтобы мы были привязаны к нему сзади, потому что на бортах здесь есть волна, волна уже с океана заходит и плюс от других лодок. И он хочет сделать так, чтобы он тащил нас за собой, а не сбоку, потому что сбоку лодки бьются друг от друга. Ну что, едем теперь на поводке. Едем за вот этой карати великолепной. Кстати, у них один мотор, я не знаю, как они справляются, как у них так получается, такая маневренность. Но вообще идеально. И сейчас у нас будет и скорость повыше, и вики мы будем ровнее. А сейчас мы, правда, вяжемся на бок. Потому что туда вдох мы будем завязать уже консервантом. Мы сейчас подходим к доку. Вот видите, вот эту гору, которая по прямой. Это мусорная свалка, вот такая вот. Вы же понимаете, да, что на островах, типа вот этих райских островов, мусор девать, ну, просто совершенно некуда, поэтому, увы, приходится его вот так вот складировать. Берут какой-то остров, делают из него техническую зону и туда валят, 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 валят. Ну что, заезжаем в такую жесткую промуху. Там у экскаваторов брачные игры. Там они как эти крабики, отшельники. Там меряются у кого домик больше, чтобы потом поменяться. А это наш вход. Где, кстати, наш док, я не знаю. А вот там вот стоят яхты с видом на мусорную гору. А вот, наверное, и док. Так, все, мы сняли, осталась только одна сзади, только одна спереди. И мы сейчас заводим две носовых, мы подъезжаем носом, бросаем левый-правый, забираем, и потом задняя, левый-правый. Чтобы нас оттащить. Лови, лови. Сережа, забери, потом отдашим. И вот мы заезжаем в кран. Все, поздравляю. Я бы два раза уже купил. У нас сверху стоят антенны. И когда кран был в другую сторону, как они нас принимали, антенны можно сломать. Сейчас они разворачивают кран полностью на 180, чтобы поднимать на с той стороной, где у нас антенн нет. Ну что, поехали наверх. Короче, мы уже поднялись на достаточно высоко. Вот вы видите, мы уже пошли до полкли до уровня шаттла в кран наверху. И так это выглядит, ну, короче, высоко. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот такое вот дно нам нужно получить. И больше нам ничего делать не надо. Вот такое вот и все. Так, а что у нас здесь спереди? А спереди у нас, в принципе, здесь более-менее окей. То есть у нас самая основная проблема, это было сзади. Наша подрулька. Подрулька, кстати, более-менее не фатальна. Заросшая. Ну, заросшая, понятно, но не прямо ужас-ужас. Очень надо тщательно ее очистить. Очень тщательно. А вот это, кстати, живое, друзья мои. Нет, ну, естественно, здесь все живое. И это живое, и это живое. Это живое место. Это коралловый рифт. Да, это живое место. А это живое место. Смотрим, что-то живое место. Да, да. Аноды. Да, идем. Аноды в нормальном состоянии. То есть, ну, как они? Еще есть чуть-чуть. Они есть. Их надо будет просто немножечко почистить. И я думаю, что с анодами все будет хорошо. Все-таки не забываем, что это металлический корпус, и его надо защищать от коррозии. Но аноды есть. А здесь у нас сзади прямо живой риф. Так, ну что, народ. Вот мы лодочку нашу оставили. А сами идем заселяться в отель, потому что на лодке без электричества, без рабочего, вообще всего, ну, на самом деле, находиться невозможно. Поэтому мы идем на паром и идем в Мале. Вообще, вот здесь вот то место, где лодки вынимают, это госпредприятие. То есть, прямо такое конкретное госпредприятие. Выходишь через проходную, тебе говорят расписаться во всяких бумажках. В общем, заполняется куча бюрократической фигни, никому не нужной. Ну, вот так это все выглядит здесь. Просто промзона, и все. Ну вот мы и пришли на ферри. А вот можно, вот этот. Почему не получается по 11? Нет. По 11, 33. Да, вот короче. Она сказала, тарти 3. 11, это сколько получается? 11, это меньше доллара, 15, это 1 доллар. Где-то 70 центов. 70 центов билет. То есть, общественный транспорт реально дешевый. А вот этот наш ферри, который сейчас нас повезет в город Мале. Я тут. Прижимается и стоит прижатым. Ну, сейчас он не уезжает, а мы едем туда. Ну, вот 15 минут райд, и мы находимся в Мале, на вокзале. Это змеев запускают. Прикольно, как птицы. Смотри, какие классные. Вам только обросшего, да? Ну, и тут чуть-чуть прикупились. Короче, это просто гидравлического маслица купили. Всего лишь 50 литров так надолив. Сейчас просто на одном, вот вообще вот так вот. И понесем. Залихватски размахивая над головой. Да, да, да. Ну, и купили стартер под генератор. Ну, и вот у нас там такие. Сендеры, короче. Вот у нас тут такой ряд покупок. И сейчас мы идем на паром, грузим это все в лодку и будем спускаться на воду. Ну, что туристы? А, туристы. Туристы. С такие. С котонками. А, не видно. Да, все с тобой садится. Да, вот все, что эти парки. Клетка с курями стоит сзади. Короче, здесь вот этот сервис, который лодки поднимает МТСС, вот он, государственный док. У них есть вот такой вот микроавтобусик. Тук-тук. Тук-тук. И мы сейчас сюда залазим и... Не надо его открывать. Зачем его открывать? Подожди, стой. Можно открыть? Зачем? Ну вот, в этой прекрасном корыце. А вот эти все. Ну, у нас сейчас такое, как это, мальдивы на минималках, или как это называется? Да, мальдивы на минималках. Бабши, пакет. Такой 25-литровый канистры. Гидравлического масла. Развязываются машины с таким свистом ужасным. Реально лухари. Что? Не знаете, что такое лухари отдых на Мальдивах? На минималках. Хова, хова. Тук-тук. Столица? Ай-я-я. Вот они, мальдивы, как видите. Ну, вот и все. Наша лодка отмыта. Все эти барникаллы, это все поснимали. Кстати, я ближе подойду. То есть даже... Вот это вот следы, это антифоллинг старый, вот это праймер, который лежит сверху по металлу. Нас вот в таком виде устраивает абсолютно. Смотрим на аноды. Ну, им, конечно, сильно плохо, но с другой стороны, этого более чем достаточно, чтобы дойти 10 дней в Азию. Так, смотрим. Сверные швы, и тут все. Все отлично. Так, идем теперь назад мотором. Что у нас здесь? Это забор воды. Все окей. Все отлично. Так, дальше. Посмотрим на радеры. У тебя большая система. Аноды. Вполне. Винты вот такие вот у нас пятилопастные. Огромные. Вал есть. Вот из него выходит из корпуса. Ну, в принципе, все. Мы готовы для того, чтобы спускаться на воду. То есть сейчас я иду в офис, оформляюсь, плачу за спуск и за подъем. И все, мы готовы заниматься дальше делами. Блин вязать не будут. Зачем? Их же надо будет перевязывать. Бантик? Нет, не бантик. Я его все ставлю, чтобы он не наебнулся. Ну что, у нас уже начинается движняк. Уже выкладывают стропы. Сейчас их разложат под нашей лодкой. Короче, только что я сходил в Марину, заплатил. Получилось 22 тысячи рухи. Курс 15 к 1 доллару. То есть, грубо говоря, за то, что нас сняли, спустили на 80-футовой лодке и помыли дно, мы заплатили, ну, грубо там, чуть больше, чем полторы тысячи долларов. То есть, в данном случае этот ценник, ну, прямо великолепный, если сравнить, что обычно лодки здесь за 20-ку чинятся, там, ну, правда, с покраской совсем, но тем не менее. То есть, цена на этот вид работ, я считаю, для данной лодки абсолютно адекватной. То есть, мы имеем достаточно хороший fair price на данный вид работ. Нам пообещали, что сегодня нас оставят в слипе, там, где нас спустят на воду. Завтра чуть в сторону переставят, потому что нам еще нужен электрик. Нам нужно посмотреть кондиционеры, потому что здесь электрик занимается этими ремонтами. И он же кондиционерщик. Короче, он должен на это все посмотреть и сказать, что у нас неправильно работает и будет чинить. Но это будет уже завтра, сегодня нас только спускают и оставляют до утра в слипе. Так, вот уже шаттлы наверху. И сейчас будет тот момент, когда лодка будет подниматься со стапелей. Вот они уже отодвинули боковые, потому что, в принципе, лодка уже практически поднята. Сколько бы раз этого не делал, всегда это очень волнительный момент. И вроде все знаешь, все надежно, все рассчитано, все проверено. Но все равно, как бы, окей, окей, но волнуюсь. Вот сейчас вот где-то вот так вот все время. Начали свое движение в слип. После нас осталась такая мусорка. Посмотрите, сколько всего валяется. Ну, вот мы и находимся сейчас прямо над нашим местом, куда нас будут опускать. Проблема у нас поступает. Вода откуда-то из дна, мы не знаем откуда. Где Сережа? Здесь я еще смотрю. Фонарь нужен? Сейчас я принесу. Вот она. Это дыра или что это? Это дыра. Сквозная? Сквозная. Ёпта, подымай бегом. Ты проковырял ее больше, что ли? Да нет, просто она там, подымайте быстро, пацаны. Прям бегом подымай. Дырочка в нище, размером с палец, прямо по килевой части. На самом деле, сильно нехорошо, прямо очень. Я бы сказал, жопа. Думаешь, пока в воде? Не, мы уже все, мы уже не в ваня. Ну, почему она в ваня сходит? А сейчас она пойдет. А, вон ее видно. Он же ее видно. Или это что? Да, это она. Вон она. Ого, дыра. Видишь? С палец, блин. Вот это она. Мы вот повернулись сейчас обратно. Короче, будем на завтра вызывать сварщика и думать, что с этим делать. А сегодня мы вот уже находимся на месте. Вы слышите этот звук? Рамадан. Ну, здесь, кстати, вот сзади меня мусульманская мечеть. И вот там вот у них служба, ну, для тех, кто верующий, а те, кто работает, они работают. Короче, вот мы уже под лодкой. Иди сюда, смотри на толщину металла. Здесь, смотри сюда. Была дырка вырезана. Вот она. Ну, там шайба сверху какая-то. Ох, здесь что-то было. И она, смотри, ржавая, она была там уже давно. Нет. Вот посмотри на толщину металла. Этот металл, блин, и за 50 лет не прогниет. Видишь? Да. А это внешняя часть. И зачем-то здесь была дырка. И здесь, смотри, вот здесь вот что-то стояло. Когда чистили, снесли. Это просто прогнило. Вот она, видите, здесь шайба была, гайка, что угодно. Просто надо это заварить нахрен. Нет, только так. Вот там он в металле вырезан. Да. Это же не прогнило. Металл черный, нормально. Надо сверху 2 км, чтобы смотреть, короче. Обычный черный металл. А здесь круглая абсолютно дырка. Здесь что-то стояло, заглушка здесь стояла. Все. Металл отличный. Так, к нам пришли уже сейчас сварщики и делают сварку дна. Кстати говоря, нам посчитали полный подъем и спуск лодки. Дополнительно это 22 тысячи. Руфи мы заплатили. Это где-то 1600 долларов мы купали. Суммарный попандос на еще одном выеме и спуске. И вот сейчас нас сварщики доваривают. И будем спускаться еще раз. Еще раз на воду. Привет. Привет, Велик. Окей. Привет. Своей технической этой мысли. Так, ну что, сказали, что все. Да посвяти, вот там дымок еще идет. Заваривали, а здесь надо было следить, чтобы ничего не загорелось. Ну все, он тебя позвал, иди. Ну что, как у тебя тут с твоей точки зрения? Ну в принципе все отлично. Забраковал один угол. Сейчас почистили, подварят. Посмотрим. Дород, у меня случился культурный шок. Я думаю, что тут у всех сейчас случился культурный шок. Вот только что я нажимаю кнопочку стоп у камеры. Из подлодки вылазят местные рабочие и начинают сваливать. Дайте внимание, смотрите, что происходит. Сюда уже едет кран. Вообще, это выглядит так, как будто лодка уже едет на воду. Они еще бегут и довариваются сварочным, потому что провода длинные. То есть моментальная работа на Мальдивах это невозможно. Просто ни при каких условиях. Но тем не менее. Кран уже на месте. Как бы нас не скинули в воду, а мы еще не залезли обратно на лодку. Они так быстро сработали. И Сережа идет в машинное отделение. И будет смотреть, все ли там окей, нету ли там течи. Ну что? Сухо? Сухо. Сухо. Бляхомуха, дай бог, что так и было. Ну что, выглядит как будто у нас все окей? Выглядит так, как будто у нас вообще сейчас все дорогие. Но мы пока механика из машинного отделения не выпускаем. Даже думаем засунуть ему пару сварщиков. Так, мы встали вот так вот в пирсах, эту стеночку. И так будем стоять до завтрашнего утра, смотреть. И все проверять, все ли хорошо. Сейчас следующая задача. Я иду на бридж. И мы будем включать двигатель. Потому что нам нужно понять, вообще работает он или нет. Ну, он вроде должен работать. Но мы сейчас все проверим, запустим, включим гирбокс. И попробуем, собственно, запустить все, что надо. Так, Сережа пошел включить массу. Я иду в рубку. Есть зажигание второе. У нас сейчас приоритет левого двигателя нейтрально обоих. Если очень тихо посидеть, то мы услышим, как в ней заведутся. Так, есть. Первый запустился. Сережа, давай левый. Стоп. Левый работает. Давай правый. Стоп. Правый работает. Так, двигатели у нас работают. Все отлично. Я сделаю обуви. Стоп. Так, все. Так, ну вот, гирбокс у нас работает, двигатели у нас работают. Единственное, что бы у нас проблема была, мигала лампочка. Серый на левом моторе мигает лампочка. Где? На левом моторе. Покажи. Какая-то неисправность, какая непонятно. Посмотрим инструкции. Это просто что-то. Тут, там, возможно, недостаточно охлаждающей жидкости. Возможно, какая-то проблема там с коммутацией блока. Но это не проблема глобальная. Мы можем, кстати, проверять, что из них что. По контрольным панелям. Одна. И вторая. Все тихо, мирно. Но мигает же Эрор. Эрор может мигать еще по одной причине. Эрор может мигать, потому что мы меняли программное обеспечение на правом моторе. А чекенжин? Ну, типа чекенж, да. Топливо, говно. Кстати, тоже может быть. Где-то недостаток чего-то. Но у нас реально сейчас топливо плохое. И баки пустые. Практически. То есть мы будем заливать полностью. Тогда будем видеть. Сейчас нет. Ну, что-то. Но температура, обороты и все остальное в порядке. Нет, тушить пока не будем. Пойдем на флажер. Работает? Сейчас мы будем проверять гидравлическую машину. Для этого будет руль выкручен, допустим, полностью влево. На одном из, или на двух моторов газочек. И будем смотреть, куда пойдет поток воды. Если он пойдет в сторону, потому что у нас радар находится за винтами. И это будет, ну, возможность проверить нашу гидравлику. Это гидравлика с инстинкта? Да. Это уже дорулевая машина? Да. Окей. А где она вырубается? Понятно. Она так будет? Приезд, значит, и так. Это нормально ее режим работы? Насос работает, да. И гидравлическая машина. Ну, все, давай, вырубаем его. Что случилось? А мы не знаем, пойдем сейчас в рулевую машину. Так, не выключай, пускай работает. Пусть поработает. То есть ты считаешь, что не работает у нас рулевая? Гидравлика рулевая машина сейчас не работает, сама машина включена. Пойдем посмотрим. Давай, может быть, раз мы уже запущены, залезем на Fly и проверим работу двигателя. Пойдемте на Fly. Но, кстати, нам не нужна рулевая машина. Как это не смешно звучит? Ну, это понятно, потому что у нас два мотора. Но если она здесь предусмотрена по конструкции, давайте ее проверим. Просто надо двигать на лодках, у которых два двигателя, ты можешь просто, если тебя чуть-чуть будет подворачивать влево, просто правым подтримить и все. Так, нам надо переключить, во-первых, сюда питание. Пойти внутри тебе на бридже. Так, проверяем носовой подруль. Так, Серд, давай вправо мне. Ты так, подержи его чуть-чуть. Давай. Давай. Так, будит. Отпускай. Сейчас там вода польется. Так, ну, вода льется. Я так понимаю, что у нас этот подруль просто... Ну, может быть, если мы будем где-нибудь там на воде, будет лучше видно, но он сейчас вообще почти не толкает. Он либо такой слабомощный, но хотя два мотора плюс подруль будет нормально. Ну, короче, вон мы... Де-юре работает де-факто непонятно. Де-факто тоже, но мы привязаны. Это же не... Ну, не настолько, но все равно видно хорошо. Мы же увидели, что да, работает. Да. Что это за египетские надписи? Непонятное сообщение. Короче, статус, результат сегодняшнего дня. У нас работают оба мотора, работают обе трансмиссии. Не работает рулевое, но, в принципе, это не так фатально, потому что даже если в самом худшем случае на двух моторах можно дойти, хотя рулить будет чуть-чуть хуже в океане все-таки. Так, ну, это мы будем поправлять. Нам нужно заправить топливо. И у нас не запускается левый двигатель с флайбриджа. То есть швартовки изнутри, из салона, это просто ад, потому что не видно ничего. Поэтому нам обязательно нужно запустить второй мотор, чтобы он работал на флайе, ну, и гидравлику. То есть это у нас задача на ближайшие, там, на завтра, например. Короче, прикол в том, что у нас оба мотора работают, вы видели, проблемы нету. Но у нас есть проблема с флайбриджа. Нет запуска, нет управления левым мотором. Изнутри есть, внутри моторного отделения есть. А на флайбридже запускается только правый и правым управляется, а левый просто на него. То ли нет питания, то ли ручка просто навернулась. И вон Сережа у нас с раком лежит. Там пытается с ручки снять фишки. Но прикол в том, что здесь это все сделано мамородная. То есть ручку открутить вы не можете, потому что они прикрутили ручку, а потом чем-то закрыли сверху, закрыли деревяшкой и подключили гидравлические шланги. То есть на этапе сборки это было сделано одноразово. То есть если вам нужно поменять ручку, ну не знаю, надо просто эту деревяшку вырезать как-то там, как-то ее сделать так, чтобы не повредить провода, не повредить гидравлику, она не снимается. То есть просто не снимается не здесь, не снимается внутри. А внутри бриджа оно сделано вообще, там идет ручка прикручена, а потом вварен металлический корпус под радиостанцию. То есть как ее оттуда доставать? Мы хотим сейчас переподключить ручку, проверить в ручке ли проблема или в чем-то другом. Ну короче, это просто реально беда. Он лысый валяется там. Это заправщик приехал. Сейчас нам зальют две тонны топлива. Две тонны нам надо, больше не надо. И это на первое время, чтобы пройти все тесты. Вот такая заправочная станция. Изнутри открыли? Да, Сережа, пошел. Я знаю, я просто смотрю. Забрать-ка. Так, все, мы заправили две тонны. Ну что, народ, выходим на тесты. Что мы сейчас обнаружили? Что у нас радар выкручен и лодку подводит все время направо. Ну, это такое дело, это мелочи. Сейчас мы выйдем, его немножко подтримим. Как я вам уже и говорил, вы же помните, что у нас не работает гидравлическая система. Поэтому мы идем просто на моторах. Управлять по узким местам на моторах не очень хорошо. Оно возможно, ничего фатального. Но тем не менее. Но моторы работают. То есть, в принципе, один генератор работает. Нужно с гидравликой что-то придумать. И, в принципе, ну, в принципе, и все. Да, я выставил просто нулевое. Здесь проблема, что мы не знаем, где радар как стоит. У нас не показывает датчик пероруля. Мы можем это делать только на ощупь. Вот сейчас примерно 20 минут и делали. Потому что то вправо тянуло, то влево. Никакой раздрай не помогает. Наконец, выставили рули. Идем исключительно на ручках. Рулевая машина пока не работает. Так, есть лайфхак, как проверить, какой канал, когда на радио, вот это включенное радио, но на экране ничего не показывает. То есть, ты просто включаешь тот канал, который тебе нужен на вот этом радио. Делаешь, допустим, 16. И проверяешь. Значит, 16. А еще, если нужен, допустим, 68, то стоишь вот так вот, дуешь в радио, а там просто крутишь ручку, пока не услышишь шум. И включаешь 68. Вот так вот без экрана можно это делать. У нас еще прикол в том, что при повышении оборотов больше, чем 1000 на правом моторе, у нас двигатель глохнет. И потом заводится через какое-то время с ошибкой. Кемос там ошибка? Дабление. Не охлаждающее, а давление охлаждающей жидкости. Короче, в общем, вот так вот и идем. Так, заходим вот сюда, вот в бухту. И нам нужно туда внутрь. Особенность того, что у нас рулей нет, мы можем только маневрировать двигателями. Просто прямо едь, вон у нас буйок лежит и все. Говори, потому что не хуя нет. 20 метров. Вперед, вперед, правым мотором давай. Так, народ, ну что, вот мы пришли на Халумали. И, в принципе, у нас наша эпопея с подготовкой практически закончена. Мы сделали тесты. Тесты ничего хорошего не показали. Вернее, как они показали, что мы можем двигаться своим ходом. Мы даже заехали вот в эту вот кассу из лодок. Но у нас рулей нету. Лодка рулится только на моторах. Правый двигатель. Правый двигатель больше тысячи не раскручивается. Поэтому это все напоминает стратегическую игру. Так, мы сейчас готовимся выезжать в город. У нас здесь прошел очередной тропический ливень. О, кипара у нас тут в трусах стоит, вычерпывает отовсюду воду. Вот вы видели там, где он черпачком вычерпывает? Вот там вот был аккумулятор, который был залит по самую верхушку. Причем непонятно. Там крышка есть, оно видно. Где-то вот снизу туда все попадает. Работает? Аккумулятор стоял под водой. Вашу ж мать, как это возможно? Вот клеммы аккумулятора. Вот так уровень воды. Сережа отчерпал, запускает. Работает. Мы только что обнаружили секретный секрет Николаевской верфи. В общем, давайте я вам сейчас покажу. Мы офигели, скажем прямо. Вход вот в это все великолепие выглядит вот так вот. Впечатление, как будто мы находимся на каком-то военном корабле. Оно, конечно, закрыто сверху по елой, но люк этот великолепный выглядит. Ну, реально прямо люк. Здесь вон болты по краям, чтобы это можно было закручивать. Естественно, они все закисли и не поднимаются. Но не в этом дело. Самое важное внутри. Здравствуйте, гостя, Панелька. Так, тут у нас. Смотрите, вы видите, вот эти баки, ресиверы стоят и помпы, которые накачивают по лодке. Так вот, они у нас начали течь. И вот здесь вот внизу стоит куча воды. Так вот, там, где работают насосы и вся идет давление пресной воды, там нету белджа. И все, что стекает, просто стекает у всей электронные приборы. В лодке 6 тонн воды. Она, когда начинает литься, она заливает все помпы, все ресиверы, все. И вы это просто потом выбрасываете. Не ломаются ли ресиверы? Ну, ответ, я думаю, очевиден. Короче, ломаются, ломается все, а здесь оно ломается и вытекает прямо под себя. И все это умирает. Так, у нас подготовочка к выходу продолжается. Там у нас вода закупленная. О, сейчас я вам покажу, куда здесь выбрасывать мусор. Ну что, мусорная баржа? Мусоровоз. Мусоровоз. На Мальдивах ценный экземпляр вообще, тут мусор весь за борт выкидывают. Ну, вы же видели уже. Просто за борт. Ну, это какие-то белые вороны. Гринпис. Трафик, трафик. Такое корыца. Совпадает. Смотри, что у них здесь в этом барчике продается великолепный. Странно, я его вижу. А ты посмотри. Только аккуратно смотри, здесь что-то на дне, вот как он переговоряется, моторный арбуз. Ага, да, я сделал. Так, ну вот мы приехали. Вода очень теплая. На Мальдивах вообще очень-очень теплая вода. Такая же, как воздух. И что, вот этот мусор просто вот сюда вот так вот и все? Да. Это рабочая тема? Да, и периодически его отсюда выводят. Потому что в прошлый раз, когда мы выбрасывали мусор, по указанию местных властей, нам сказали, проедите пирс, поверните налево. Увидите заброшенные лодки, пожалуйста, выкиньте там канистры с маслом. Там наверху их было штук сто. А вон они до сих пор там стоят. А, то есть все они вывезли. Да. То есть это совершенно... Выглядит очень кощунственно, я должен сказать. Ну, а другого места, кстати, нет. То есть это именно официально так? Ну, они говорят. Это именно власти, ауторитис, да? Ну, спросили у местных, но не совсем властей, у сотрудников вместо вот этого болота. В общем, ужасно это выглядит, как на мой взгляд. Что, Серыш, скидывай, да погребли. Да, сейчас скинем, погребет. Грибу, бля. А что делать? Надо удаляться от этого места. Оно не вносится. Никакого настроения. Да, скидывай, бля. Скидывай, бля. Скидывай, бля. О, ну-ка, вот. Ну, я не знаю, как сходить. Ненависть? Реально, да, потому что это ненормально. Покажи, что за проблема. Садись. Вот этот насос не работает. Установлено, мне бы удобно. Все зачислено. А что он под водой, бля, лежит? Ну, так вот здесь. Мы же в воде, это желудок. То есть он просто под водой лежит, и поэтому ему пиздец настал. Не знаю, что он настал. Он в районе воды лежит. Нет, он на воде лежит. Лежит. Да, он лежит снизу на воде. Класс, охраняйте. А этот насос нам в жизни не необходимо. К сожалению. Слушай, ну это жопа мне. В перчатках ручки свободны. На однем пальце. Что-то проблема именно в насосе. Понимаешь? Конечно. Просто жопа. Мы не можем выкачать говно. Вот это вот, это именно оно. Я, случайно, если что, могу крышку распилить. Смотрите, какой здесь ржавый люк. Здесь мамочки. Здесь вода. Это, кстати, вода. Она текает с дождя? Да. Дожди, когда идут, сюда она текает. То есть, если искренние пары полетят, из-за того, что он в воде пилит. Следующая задача перед выходом у нас полные баки говна. Есть штатная насосная станция, которая делает помп-аут. Но, к сожалению, она не работает, потому что мотор заклинило. И мы делаем следующим способом. То есть, вот у нас есть помп-аут. Вот эта труба идет прямо в фекальный бак. Сейчас у нас там, наверное, тонн 5. Потом идет вот вентиль. И мы купили такой генератор помпа. То есть, сделан еще хороший тем, что в случае, если мы начнем где-то набирать воду, то вот этим также черпается и вода. 600 литров в минуту. 600 литров в минуту. То есть, за 10 минут мы выкачаем весь наш фекальный танк. Мы включаем этот бак. Если вы думаете, что там прямо желе, это не так. Там большое количество воды, потому что у этой лодки все, что в ней есть. Души, все серые воды, умывальники. Все это сливается в большой танк. Там пропорция какашек к воде, наверное, гомеопатическая. То есть, там просто будет такая чуть-чуть желтоватая вода. Мы его здесь, естественно, в бухте сливать не будем. Мы его будем сливать в офшоре. Но здесь мы просто потестируем систему, насколько вот она работает. Потому что возить с собой лишних 6 тонн нам это не подходит. Это экипара сидит, договаривается. Мы сейчас будем 17 тонн топлива, или 16, я уже не помню, сколько он там заказал, заливать. И он сейчас уточняет, в какие там танки, какие они там переключатели, куда что. Короче, заливается. В общем, сейчас мы зальем эту лодку, она мы станем на 20 тонн тяжелее. Ну, на 16. Это есть. Воды сюда налили, туда воды налили. Полный генератор воды. Все подключено. Сергей полез в машинное отделение. Сейчас там проверит, все вентили открыты или нет. И делаем брень. Вот сейчас нам зальют все соляркой. Так, правая 2 это вода. Кстати, отхлебнули. А вот левый это как раз наш первый танк. Он должен где-то там, наверное, до середины долиться. И потом начнет он сразу наливаться сам второй. Ну, хотелось бы в это верить, конечно. Короче, ну, чуть-чуть еще больше залили. На самом деле, вот одна из этих палочек, вот, самая нижняя, это было 2 тонны. Ну, туда залили уже кучу, уже полбака. В общем, много тут тонн. Тут опять, наверное, сколько. У нас сейчас жуткий крен на левый борт. Потому что мы залили уже левый танк. Это 6 тонн и 2 тонны в дейли танк. То есть мы сейчас стоим прямо под таким большим углом. Сейчас мы льем уже, начинаем в правый танк. То есть у нас вот этот наш крен должен сейчас будет выровняться и будет нормально. Ну, сейчас смотрим, что у нас по козометрам. Да, ну, все нормально. То есть вот у нас начал наливаться наш второй танк. Мы где-то до одного уровня поднимем. А потом дольем уже оба, чтобы были доверху. Ну, и когда этот поднимется уже наверх, то мы дольем вот в дейли танк четвертый и будет все нормально. Так, а вот как идет сделана здесь подача. То есть вот оттуда вот это появляется сюда. Туда идут основные танки. А вот сюда идут дейли танки. Это один здесь вентиль. Вот второй вентиль. Короче, вот маленький вентиль. Подкачка ручная. Вон еще один. Короче, такое впечатление, что мы на какой-то подводной лодке времен Второй мировой войны, когда нужно, чтобы заполнить бак, чтобы стояло два кочегара и крутили эти вентили вокруг. Мракобесие. Так, вот у нас заправка уже уезжает. Короче, нам заправили 15 тонн. Нам этого мало. Будем завтра дозаказывать, наверное, еще двое. Так, сейчас доливаемся до самого верха водой. Две тонны мы купили. Такая вот лодочка. И вот шланг идет для воды. Двести баксов и шесть тонн. На самом деле это достаточно много. В учетом того, что никуда ездить не надо, они привозят на лодку. Великолепно. Ну что, заливаемся? Так. А вот, короче, еще одна история. Когда мы долили до верха воды, смотрите, да, какой водопад идет. То есть здесь все, просто все сратает. Где-то что-то течет. Там какие-то... Короче, жопа. Вот эта вот вода, это где-то из бака пресной воды перетекает. Что, народ, вы думаете так просто все? Я вам сейчас расскажу одну печальную историю о том, как мы здесь делаем чекаут. Вот уже это продолжается третью неделю. А пока мы едем в Колумба, в Шри-Ланку. Самое-то... Все стоят, ждут. Аэропорт нас ждет. Никто нас везти не хочет. Ну что, туристы, вылетаем? Хочется побыть туристами. Если честно, мне не хочется. Ну что, конечно, не хочется. Чекин-эн-транс. Мальдивские законы просто сумасшедшие. Если на Мальдивы человек прилетает самолетом, он не может уехать с Мальдива ничем другим, кроме самолета. А если вам нужно прилететь самолетом и уйти в судном, то вам нужно пройти все процедуры оформления меритим. То есть проведением крюлиста, судовые роли и вот это вот прочее-прочее, что присуще только коммерческому транспорту. А в нашем случае нам пришлось улететь на Шри-Ланку, пока нас нет. Агент оформляет все процедуры, мы залетаем обратно, и мы уже проведены как меритим. Это просто конченые законы. И вот мы сейчас находимся в аэропорту Шри-Ланку, у нас 5 утра. Мы летим обратно в Мальдив. Все процедуры прошли, нас уже внесли документы. Про это я вам не буду рассказать в самом переходе, когда мы будем уже выйдем и идти на лодку, а пока тут вот Шри-Ланку. Ну что, вот мы и вернулись на лодку. Здесь все хорошо, запустились, все работает. Сейчас немного перейдем в порядок тут, поразбираем все, что по лодке, и будем заниматься уже дальнейшими процедурами выхода. Сразу задача была простая, приехать, зайти на лодку, больше не выходить. За пару недель подготовить к выходу, встретить Сережу и выйти. По факту за первые 3-4 дня запустили все системы, генераторы, связанные с тем, что начало отваливаться все подряд, просто все подряд. Вот стояло почти 3 года. Было предсказуемо, но не очень ожидаемо, потому что основные системы тут весьма надеугольные. Все, в результате полтора месяца чинили просто все подряд. Генераторы, моторы, моторы не запускались правые, генератор правый не работал, система водоснабжения не работала, гидравлические машины не работали. То есть вот как начали все проверять, так все и поотваливалось. По факту вместо приема лодки вышел ее ремонт. Отчасти ремонт, отчасти рефит, потому что какие-то вещи выкидывали, ставили новые. Достаточно много ресурсов в свое время. В общей сложности заняло примерно 35-40 дней все это мероприятие. Из-за этого задержали. Вот вы можете посмотреть, какой у нас сейчас у лодки крен. Это связано с тем, что у нас пустые фекальные танки. Мы нашли способ, как их можно здесь откачать. То есть мы нашли помп-аут. У нас пустые танки. И вот вы можете посмотреть, какой у нас теперь крен. Так, ну вот у нас мы налили немного воды в наш балластный танк. Но это не совсем балластный танк. Это танк, холдинг танк. Танк черной воды. И мы залили где-то около двух тонн. И вот можно посмотреть. Сейчас я попробую, чтобы был виден угол. Еще есть маленький угол направо. Но это буквально уже пару градусов. Мы сейчас еще чуть-чуть дольем. Ну или оставим так, что в принципе вот та ситуация, которая сейчас, вполне подходит. Так, а сейчас у нас очередная проблема. У нас стал генератор. И скорее всего это связано с водой в баках, топливных баках. Я вам уже говорил, что у нас тут проблема, которую Сережа пытается решить. Это вода, которая внутри. Ее достаточно много. Я не знаю почему, но она здесь с годами накопилась. Ну и у нас сейчас стал генератор. Пойдем в машинное отделение и будем смотреть. Ну что народу у вас здесь? Ой, вода. У нас здесь красиво все. Поехали все будет. У нас здесь супер красиво. Это реально вода, которая вот была в топливном, да? Да. А посвятил? Ой, это столько воды. Ничего себе. Откуда бляха-муха-йос в таком количестве? Какая срань. За пару лет накопилась. Я вижу тебя. За пару лет накопилась. Так, ну вот, у нас запустился генератор. Работает кондиционер. Компьютер стоит, гореть лампочка зарядки. В общем, ребята слили воду с генератора, поменяли фильтры. Запустили. И я надеюсь, это дальше будет продолжать так работать. Так, ну что, доливаемся до верха топлива и мы готовы. Ну, вот к нам приехал теперь заправщик. Потому что перед выходом мы хотим долиться до полного. Да, где-то литров 600-700 мы сейчас дольем. 690 литров зашло. И как в сухую землю. Ну, на самом деле, я думаю, что мы очень близко к полному баку. Поэтому для нас это чуть-чуть больше запаса на переход. Так, вот наш заправщик отъезжает. Заправщик отъезжает. Чутенький. Так, что хотел сказать. Технически наша лодка не готова. Вернее, как она готова, конечно. Но для пауэрбота, который стоял 3 года, мы сделали все возможное. Все системы, которые нужны, отчасти работают нормально, отчасти не работает. У нас не работает рулежка. У нас не работает автопилот. Но два мотора и лодка весом 80 тонн с хорошей курсовой устойчивостью, я думаю, мы преодолеем данное расстояние без руления. Ну, или с тримом уже одним либо вторым мотором. Делаем чекаут и выдвигаемся. Делаем чекаут и выдвигаемся.